ПРОФСОЮЗЫ Здравствуйте, товарищи! Тема сегодняшней лекции у нас – профсоюзы и их объединения. То есть я хочу сегодня рассказать о том, какие у нас есть объединения профсоюзов и о том, в каком состоянии находится профсоюзное движение России. Ну, профсоюзное движение России, оно отчасти появилось как? Как продолжение того профсоюзного движения, которое было в советское время. В советское время у нас было по существу одно крупное объединение профсоюзов. Федерация независимых профсоюзов России. Ну, и у нас еще имелся Союзно-Центральный Совет Профессиональных Союзов. То есть имелось еще одно объединение в масштабах всего Советского Союза. Те профсоюзные объединения, которые имелись в республиках, они имели и общую единую структуру ВЦСПС. И вот надо сказать, что в период приватизации профсоюзы, как правило, собственность профсоюзную сохранили. Партийная собственность была захвачена новым буржуазным государством, а вот профсоюзная собственность осталась у профсоюзов. И вот даже трудно сказать, это на пользу пошло или во вред, потому что вот нынешние профсоюзные объединения крупные, они стали собственниками больших богатств, собственниками недвижимости, и во многом их интересах связана не защита интересов работников, а с реализацией вот этого самого права собственности, которым они обладают, теми богатствами, которые в руках у них имеются. Но это, так сказать, верх, можно сказать, это верхняя часть айсберга. А что касается нижней части айсберга, то это выглядит таким образом. Имеются профсоюзные организации одного и того же профсоюза. То есть есть такое объединение по профессиям, которое охватывает не одно предприятие, не два предприятия, не три предприятия, а работников нескольких, а то и десятков, а то и сотен предприятий. И вот такое профсоюзное объединение, то есть объединение по профессиональному признаку, работников многих предприятий, называется профсоюзом. Поэтому когда говорят о профсоюзе, а вот в обычном разговоре, можно сказать, трудящийся, обычно когда говорят о профсоюзе, имеет в виду свою профсоюзную организацию на своем предприятии. На самом же деле профсоюз вовсе не сводится к одному предприятию. На предприятии существует первичная профсоюзная организация. И кроме этой первичной профсоюзной организации на других предприятиях есть другие профсоюзные организации. И вот эти первичные организации объединяются в профессиональный союз. У профессионального союза обязательно есть устав. В этом уставе записано, кого он объединяет, на каких предприятиях создается, на каких условиях объединяет, какие профсоюзные взносы, в чем задача деятельности этого профсоюза, как он образован и как он может быть ликвидирован. Как правило, профсоюзы, которые имеются в России, зарегистрированы. То есть профессиональный союз зарегистрирован, а для того, чтобы его зарегистрировать, по закону о профсоюзах и их правах и гарантиях деятельности, достаточно уведомить соответствующий регистрирующий орган о том, что создан профсоюз, и представить документы. То есть какие? Прежде всего, устав. Ну и список руководящих или состав руководящих органов. Поэтому нет никакой большой проблемы с регистрацией профессиональных союзов. Хотя, надо сказать, что в последнее время, в связи с тем, что некоторые профсоюзы проявляют активность и начинают активно защищать интересы работников, то бывают проблемы с регистрацией профессиональных союзов, несмотря на обязательность регистрации профессиональных союзов. И, как написано в законе, регистрация носит уведомительный характер. Раньше правила были такие, что профессиональный союз, который охватывает работников самых разных предприятий, самых разных организаций, раньше устав этого профсоюза был единым для всех профорганизаций, а профорганизации имели положение. То есть, на основании этого общего устава они принимали положение и действовали согласно этому положению. Ну вот, если взять обновленную редакцию закона о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности, то мы можем увидеть, что вот этот порядок, когда отдельные профсоюзные организации имели лишь какие-то особые положения, он, так сказать, ликвидирован для зарегистрированных профсоюзов. Для незарегистрированных никто его не может ликвидировать, естественно. И у них тоже есть уставы. Уставы могут разрабатывать сами члены соответствующей профсоюзной привычной организации. То есть, они пишут устав и руководствуют законом о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности, где написано, что должно быть в уставе. Вот, выполняя эти требования, где, скажем, что за организация, какие требования к члену профсоюза, за какие задачи у этого профессионального союза, кто туда входит, на каких основаниях, как принимают, как исключают из профсоюза, какие взносы платят и какие в уставе профсоюза, профсоюзной организации может быть записано, какую часть профсоюзных взносов отправляет наверх в профсоюз в целом, то есть руководству всего профессионального союза. Ну, это обычно получается так, что, поскольку в профсоюзе уже есть эта норма, сколько приходится профсоюзным организациям отчислять на содержание руководящих органов профсоюза, то, соответственно, профсоюзные организации эту норму и выполняют. В разных профсоюзах эти нормы разные. В некоторых случаях руководители профсоюзов получают достаточно высокую зарплату, в некоторых случаях не такую высокую зарплату. Все-таки эта организация общественная, и в ней вот такого единообразия нет. Но тенденция к тому, чтобы люди, которые вышли из рабочих и перестали быть рабочими, и стали профессиональными организаторами профсоюзного движения, такая тенденция к тому, чтобы эти работники получали больше, чем те, кого они организуют, и кого они поднимают на борьбу за защиту интересов работников, такая тенденция существует. Более того, можно сказать, что эта тенденция имеет объективные причины для своего существования, которые заключаются в следующем. Вот профессиональный союз. Ленин называл профессиональный союз «Школа коммунизма». Что значит «Школа коммунизма»? Тут два слова – «коммунизм» и «школа». Коммунизм, потому что профсоюз борется за общие интересы всех работников одной профессии. Раз он за общие интересы борется, а «коммунис» означает… Слово «коммунис» – это латинское слово «коммунис» означает «общий». Поэтому в этом смысле профсоюз – это коммунистическая организация, то есть это организация, которая борется за общие интересы. Но не в смысле идеологическом, потому что в смысле идеологическом никакого отношения непосредственно к вопросам идеологии профсоюз не имеет, он просто борется за общие интересы. Хотя, с другой стороны, и коммунизм вышел уже как наука из общей борьбы за общие интересы рабочего класса. Скорее, коммунизм вытекает из общей борьбы, сколько общая борьба вытекает из коммунизма. Второе слово здесь – «школа». Это впервые люди приступили к общей борьбе. Впервые они приступили к борьбе за общие интересы. И поскольку они впервые приступили к борьбе за общие интересы, нельзя сказать, что это борьба квалифицированная, что она систематическая, что люди делают это умело, они делают это неумело, они только учатся бороться за общие интересы, а раз они учатся бороться за общие интересы, то профсоюз можно назвать школой коммунизма, с ударением на слово школа. Школа именно потому, что люди только обучаются этому. Ну вот теперь давайте посмотрим, что происходит с человеком, который активно занимался профсоюзной деятельностью, и его избрали председателем профсоюзной организации. Сразу выделяются два вида. Председатели профсоюзных организаций, председатели профсоюзной организации, которые остались работать по своей профессии, то есть это те же самые рабочие или те же работники той же самой профессии, которые выполняют дополнительные еще обязанности председателя профсоюзной организации. Надо сказать, что такого рода председатели никогда не отрывались и не отрываются от рабочих, как они оторвутся, когда он сам рабочий. Никогда не отрывается от работников, и у них очень тесные связи со всеми, они авторитетными являются. Но можно сказать, что поскольку они заняты непосредственно материально-производительным трудом, или трудом не обязательно материально-производительным, но все-таки заняты достаточным образом по основной профессии, это не дает им достаточно много времени уделять выполнению профсоюзных обязанностей. С этим связаны недостатки. Но, как показывает наша практика, в том числе практика постсоветская, вот этого времени, когда началось у нас время сугубо буржуазное, после реставрации капитализма, буржуазия, как правящий класс, сделала все для того, чтобы нейтрализовать, прежде всего, руководителей профсоюзных организаций и заработников. Один предприниматель обратился в суд конституционный по вопросу о том, что, дескать, вот члены, руководители профсоюзных организаций, их заместители, а также члены профсоюзных органов, неосвобожденные, они имеют особую защиту со стороны государства, а именно. Их нельзя уволить, пока они находятся на этой вот профсоюзной работе. Более того, их нельзя уволить, и после того, когда они ушли с этой профсоюзной работы, а они были на переднем крае борьбы за интересы работников, и в течение двух лет нельзя их уволить. И вот конституционный суд, как высший орган юридический пружинного государства, судил, редил и постановил считать вот это правило, которое было записано раньше в Трудовом кодексе, о том, что нельзя увольнять неосвобожденных профсоюзных руководителей, а также членов комитета и заместителей, и теперь из этого нашего Трудового кодекса эта статья изъята. Правда, в ней остатки какие-то, как всегда бывает, остатки того, что было. По отношению к членам профсоюзного органа, скажем, профсоюзного бюро или профсоюзного комитета, осталось правило, что в течение двух лет, после того, как они уже перестали быть членами этого профсоюзного органа, их нельзя уволить без санкций вышестоящей профсоюзной организации. Значит, чем мотивировалось? В обращении к Конституционному суду это требование изъять положение о том, что неосвобожденные профсоюзные работники, то есть выполняющие обычную работу и в то же время несущие профсоюзные обязанности, должны быть дополнительно защищены. И они были защищены, нельзя без согласования с вышестоящим профсоюзным органом их уволить. Дескать, это дискриминация. Дескать, это у них, получается, больше прав, чем у обычных работников, обычных рабочих. Дескать, это дискриминация обычных работников. Хотя, на самом деле, у них было больше обязанностей и больше риска. То есть он выполнял все обязанности рабочего, но он был на переднем крае. Он, прежде всего, выступал с требованиями по отношению к администрации. Он защищал работников. Он следил за тем, чтобы не нарушались их права в случае, скажем, каких-то травм и других происшествий, которые были на производстве. И получилось, что именно по ним правящий в разные классы нанес главный удар. А что касается процесса, который к этому привел, был промежуточный этап, когда убрали эту защиту с членов профсоюзных органов, то есть членов профсоюзного бюро или профсоюзного комитета, то есть, пожалуйста, можно их уже увольнять, но нельзя с председателей и заместителей. Ну, на это профсоюзы отреагировали очень быстро. Значит, они сделали членов профсоюзного бюро всех заместителями. Один по оргработе, другой по просвещению, третий по условиям труда, четвертый по связи с экономическими службами, пятый по празднованию каких-то знаменательных дат, шестой по спортивной работе и так далее и тому подобное. То есть вот это было сделано. Ну и на сегодняшний день это тоже убрано из закона. И что получилось? Получилось, что профсоюзные работники, если они остаются рабочими или работниками и продолжают свою основную работу и возлагают на себя дополнительные тяготы, связанные с организацией защиты своих членов, защиты членов профсоюза, то они меньше всего защищены. Зато это никак не касается освобожденных профсоюзных работников, когда профсоюзная организация, которая разрослась, имеет возможность выделить средства для оплаты своего профсоюзного работника. Например, на том первом катерином терминале, где я являюсь консультантом правкома докеров, там такое было правило, что председатель профсоюзного комитета, освобожденный, получает 0,8 от зарплаты докеров. Но эта зарплата формируется из профсоюзных взносов. Вот таким образом. А с другой стороны, если взять, скажем, всю профорганизацию морского порта Санкт-Петербурга, было такое время, когда председатель портового комитета Александр Николаевич Моисеенко как бы предложил на конференции профсоюзной российского профсоюза докеров морского порта Санкт-Петербурга установить ему зарплату на уровне 1,4 от зарплаты докера. То есть человек, сидящий в кабинете около компьютера и проводящий заседания, или приходящий в бригаду и выступающий, и, так сказать, готовящий коллективные договора, конференции и так далее, то есть человек умственного труда стал получать на 40% больше, чем докеры. Докеры как-то им предложили, они как-то так, вот им было неудобно, наверное, своему профсоюзному руководителю отказать, а они на это пошли. А потом наш товарищ, товарищ Федотов, который получает 0,8, он первый заместитель председателя правкома докеров ЗАО «Первый контейнерный терминал», когда пошел проверять, почему-то у него зарплата стала больше, чем должна быть по его расчетам. И он выяснил, что распоряжением председателя Портового комитета Александра Моисеенко заработная плата считалась так, средняя зарплата умножалась на 1,1, а потом уже исчислялась 1,4 и другие коэффициенты. То есть не от средней уже зарплаты докеров, а вот повышенной. Не говоря уже о том, что тот же самый Моисеенко оформлял себе дни и выходные, тоже как рабочий, дескать, он же ведь думает все время об этом. Я вот тоже думаю, предложить, может, мне тоже будут оплачивать. То есть я вот когда готовлюсь к занятиям в понедельник, то я же в субботу и воскресенье об этом думаю. Где-то надо засчитать за рабочие дни, а за рабочие дни оплата у нас по закону какая? Двойная, в двойном размере. Но пока я не созрел с этим выступать. Ну, во всяком случае, чем это дело кончилось? Это человек, который начинал свою деятельность с того, что он был активным профсоюзным работником, который активно участвовал в защите интересов работников. И мы с ним вместе ездили, отставили проект Трудового кодекса Фонда рабочей академии, в том числе в Москве, на разных, так сказать, мероприятиях, в том числе и в Думе. И этот человек стал по существу выступать против своей организации. Когда, так сказать, организация с этим стала разбираться и стала его отстранять от работы, он подал в суд на организацию, которую 10 лет возглавлял. Подал в суд и потребовал миллион компенсации морального вреда. То есть вот до какой степени разложение можно дойти. Тогда профсоюзная организация попросила меня, профсоюзная организация докеров морского порта Санкт-Петербурга и еще двух товарищей, товарища Федотова и товарища и адвоката Тихомирова, выступить в защиту профсоюзной организации в Кировском суде Санкт-Петербурга. И вот я такую печальную миссию в числе этих троих выполнял. И на суде рассказывал, что был человек, активный работник, профсоюзный защищал. Ну как вот человек, который выступает теперь против того, и профсоюзной организации, в которой он был 10 лет руководителем. И что нужно было сделать, чтобы как относиться к профсоюзной организации своей. Сам же он должен был ее руководить, налаживать и так далее. О чем говорит вот этот пример? Я-то получил доверенность на три года, и мы судебный процесс выиграли. Через некоторое время этот Моисеенко умер. Может быть, в частности, потому что люди, которые делают какие-то подлости, они долго не живут. Вот я многих случаев такие знаю. Почему? Потому что есть у человека как бы такой внутренний стержень. А он, если все время туда-сюда, он переламывается, то в одну сторону, то в другую. И он потом и ломается совсем. Поэтому, если уж вы настаиваете на чем-то, так и настаивайте. Если вы стоите, а если вы будете все время туда-сюда бегать, взад-вперед, то ничем хорошим это не кончится, даже для здоровья. Вот эта ситуация заставляет нас задуматься о том, а что происходит вот с теми людьми, которые поднимаются наверх. А куда они поднимаются наверх? Они раньше были работниками этого предприятия, и на них возлагались еще и профсоюзные обязанности, поскольку образовалась профсоюзная организация. А потом они стали уже освобожденными работниками профессионального союза. Или сначала освобожденными работниками своей организации, потом освобожденными работниками профсоюза. А если профсоюзы объединились в какое-то объединение, уже профсоюзными освобожденными работниками объединениями. Где сидят, скажем, освобожденные профсоюзные работники наших всех профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области? Во дворце труда. Дворец труда принадлежит профсоюзу. Не были ли там? Ну, если вы так представляете, профсоюзы – это организации или органы, организации борьбы за интересы работников, значит, там идет у нас острейшие, должны быть битвы, потому что зарплата падает, условия труда ухудшаются, значит, одна защита – это профсоюз. И что мы видим? Вот зайдите, там вход открыт, свободен, зайдите на площадь труда, и вы увидите там тишина, прямо по лестнице подниметесь, там церковь, то есть Бог поможет вам в профсоюзной борьбе. Направо пойдете – туалет. Такой туалет. Я был в разных всяких дворцах и в хороших помещениях, в том числе и в Смольном, и в Кремле, но такого туалета, как во дворце труда, я не видел. То есть вы идете в туалет и спускаете, и музыка играет. Ну, видно, профсоюзная фантазия там широко распространяется. Зато вы не слышите ничего. Что делает наше Ленинградское объединение профсоюзов? За что оно защищает? Кого? Кого защитило? Что сделал? Раньше еще как-то делали митинги, выходили на какие-то мероприятия, организовывали забастовки. Ну, это совсем редко. А сейчас просто ничего нет. В чем дело? И вот есть такой теоретический вопрос, который мы должны рассмотреть. У нас же что с вами? У нас политические составляющие социально-трудовых конфликтов. А политика – это что? Это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Что происходит с некоторыми людьми по мере движения наверх? Вот люди, которые на самом низовом уровне впервые занялись борьбой за интересы работников, и они действуют как коммунисты, можно сказать. В каком смысле? Не в буквальном смысле, не в смысле политическом, а в смысле этого слова. Коммунист – значит, за общие интересы выступает. А в чем общие интересы? Улучшить условия труда и повысить зарплату. И вот один из них, благодаря, так сказать, общему решению этого самого, а тут все общее, тут же школа коммунизма, принимается решение сделать его освобожденным работником, и он становится освобожденным. Одна задача уже решена. Какая? Условия труда уже у него улучшились? Улучшились. Уже изменились условия труда кардинально, он уже не подвергается. В трюме он туда приходить, можно только в обеденный перерыв поговорить. В обеденный перерыв они обычно из трюма выходят, и где-то они, значит, у них есть специальное помещение, где они перекусывают, там у них можно взять интервью, можно с ними поговорить. Есть там время для обогревания, время для перерыва, чтобы не нарушалась слаженная работа и так далее. Уже задача одна решена, условия труда хорошие. А зарплату теперь? Кто устанавливает зарплату руководителю профсоюзной организации? Ну, формально устанавливает профсоюзная организация. Выглавие с кем? Выглавие с ним. Кто готовит документы к заседанию соответствующего собрания профсоюзного или к соответствующей конференции? Документы готовит председатель профсоюзной организации. И тут вдруг оказывается, что эти вопросы решаются же по-другому. Более того, значит, если он будет биться с работодателем на стороне своего коллектива, ну, так сказать, работодатель будет искать всякие способы, как его положение ухудшить. Хотя, если он освобожденный, вот его уволить нельзя. Вот посмотрите, получается, вроде он защищен. Он защищен, он не боится работодателя. Он защищен, его не уволишь, потому что он где работает? В профсоюзной организации. Ну, для этого профсоюзная организация должна быть зарегистрирована, у него должна быть бухгалтерия, еще и бухгалтер должен быть. Надо еще бухгалтера оплачивать обязательно. Бухгалтера оплачивать, председателя надо оплачивать. А почему его не боится работодатель? Или не очень боится? Да потому что вот этот освобожденный работник по своему положению уже похож на других освобожденных работников, которые есть. Он может улучшить свое положение без улучшения положения работников. А как? Ну, так вот предложить, допустим, повыше, сказать, у меня зарплата, работа очень сложная. Вот видите, надо делать коллективный договор на весь коллектив. Надо бороться. Я утром и ночью и днем все думаю о наших работниках. Давайте мне установим не среднюю зарплату по профессии, а высшую. И вот он уже начал решать свои проблемы. А потом его приглашает в кабинет руководитель предприятия, говорит, ну давайте мы как-то, у нас же написано везде в законе, что у нас должно быть отношение социального партнерства. Ну давайте как партнеры. Вы давайте не будете вы, так сказать, устраивать всякие забастовки, а мы вам будем дополнительно оплачивать. Ну не в плане никаких закрытых финансов, а просто мы вам будем выписывать премии за организацию профсоюзной работы. Мы же имеем право это сделать. За налаживание партнерских отношений с коллективом. Он вам выписывает премии за поддержание партнерских отношений. И все. А можно какую премию? Ясное дело, что руководитель организации может выделить премию гораздо больше, чем вся его прозависная зарплата. И тогда он уже начинает быть зависимым от кого? Не столько от материального отношения от коллектива и зарплаты коллектива, сколько от того, сколько ему будет платить руководитель организации или собственник организации. Я уже не говорю о тех случаях, когда просто дают большие деньги. И после этого вдруг человек становится совершенно другим. А почему он становится совершенно другим? В чем дело? Почему он может поменяться? А потому что его коммунистическое поведение, как мы охарактеризовали вначале, за общее дело, оно никак не закреплено идейное. Никакой у него коммунистической идеи нет. Никакой он не коммунист по своим взглядам, по позициям. Он вовсе не за дело, не за освободение всех трудящихся. А он потому коммунист, что сейчас вот все борются за зарплату, и его зарплата повышается. Он за общее дело и борется. А вот теперь он попал в такое положение, когда я могу бороться за свою зарплату и без вас. Зачем вы мне нужны? Я-то уже боюсь за свою зарплату. То есть, если это идейно никак не закреплено, то он постепенно начинает дрейфовать, или очень многие начинают дрейфовать. Очень многие переходят на позиции работодателей. И вот вы увидите, что, или скажем, можете видеть, что у нас, во-первых, много-много разных профсоюзов. Каких только нет. И лесных отраслей, и агропромышленного комплекса, и металлургического комплекса, и горно. Горно-рабочих есть профсоюз и так далее. То есть, каких только нет профсоюзов, они все, можно их, так сказать, набрать в интернете и узнать, какие есть у нас различные виды профсоюзов. И руководство их, к сожалению, активно не выступает в защиту самих работников. А работники, а как они выступят? Теперь надо им снимать это руководство? А попробуйте снять. Вы можете еще снять руководителя своей профсоюзной организации первичной. Почему? Соберете собрание, договоритесь, несколько товарищей выступит, проголосуете, и перестанет он быть руководителем профсоюзной организации первичной. Но это тоже сложно сделать, потому что в некоторых организациях годами никаких собраний или конференций не проводится, а есть партия и профсоюзный руководитель, а взносы любят теперь профсоюзные руководители собирать не так, как раньше было. В советское время, я думаю, что большинство, кто слушает эту лекцию, не помнит такого времени, когда профсоюзные взносы платили, так сказать, непосредственно личными деньгами, там 1% или 2% у Докеров, 2%, в НПР были 1%, и выдавались марки, и приклеивались марки в профсоюзные билеты. И профсоюзный билет был такой толстый. Вот поскольку я был в студенческом профсоюзе, изначально у меня был такой толстый профсоюзный билет с большим количеством марок. Сейчас профсоюзный руководитель любит договариваться с администрацией, тем более, что закон это позволяет, чтобы они просто высчитывали эту норму, это соответствующий процент, с членов профсоюза, дают им список членов профсоюза, и с этих людей начинает автоматически изыматься профсоюзная плата или профсоюзные взносы. И тут уже некоторая есть странность. Если мы боремся с работодателем за улучшение условий труда, за повышение заработной платы, а надо ли, чтобы работодатель знал, кто у нас в профсоюзе? Вот вам надо, чтобы знали вы в профсоюзе или нет? Зачем? Кто это должен? Вот сейчас как-то активно продвигается, вот у нас защита персональных данных, чтобы знали, где я живу, как будто это никто не знает, как будто бы у нас в метро за 100 рублей не продают диски, в которых есть ваши все телефоны, электронные почты и так далее. Этот детский сад такой разводит и рассказывает, что у нас везде защита идет, бумажки пишутся, и так далее. Меня спрашивали, Михаил Васильевич, какие ваши персональные данные нельзя давать? Я говорю, мои персональные данные можно давать все, потому что кому надо, они всем известны. А кому не надо, они тоже им известны. Но неужели можно сегодня, в наше время, когда все можно записать, и везде записывается без того, чтобы вы об этом знали, не говоря уже о том, что кругом стоят всякие камеры, которые постоянно включены, в это время люди, как дети малые, играются в то, что неизвестно, какие у кого персональные данные. Хотя вот я год назад присутствовал на одном из заседаний комитета по обороне Государственной Думы, и там выступала товарищ Касперская и рассказывала, что вот такие телефоны, всякого рода, айфоны, айпады, они все записывают то, что надо, и вы легко можете узнать, с кем вы, когда разговаривали, о тех или тех, кому надо, легко, имея соответствующие программы, узнать, что и с кем вы говорили. Поэтому, поэтому, вот скажем, я бы всем посоветовал говорить правильно и хорошо. То есть самые такие острые вопросы надо говорить публично, а не скрытно. То, что вы собирались говорить скрытно, это все равно не скрытно. Поэтому считайте, что вы в современном обществе находитесь на открытой веранде, пьете чай, и все прохожие, которые идут, они все видят, что вы пьете чай. Был у меня и такой личный случай, когда я, будучи кандидатом в народные депутаты СССР по Ленинградскому национально-территориальному округу, обратился в КГБ и ФСБ по поводу того, что в Лесен-Насоу собирались сделать развлекательный центр, который бы там уничтожил бы природу. У нас было таких три. Кандидат еще был такой рабочий Пыжов и рабочий Игорь Красавин. Пыжов с Адмиралтейского объединения, а Красавин с объединения «Русский дизель». И вот мы все тогда призвали на обороте бюллетеней высказаться по поводу этого центра. На обороте это можно ведь рисовать, это же не портит бюллетень. И вот там люди писали. Вот меня пригласил товарищ с тем, что я обратился в ФСБ. Меня пригласили в большой дом. И товарищ, который со мной разговаривал, сказал, а можно я буду записывать наш разговор? Ну, я так удивился, я думал, что и так записывает. Но он достал из такой маленькой тонкой папочки совсем тоненький-тоненький маминитофон, который спокойно помещается в таком карманчике. Вот считайте, что все карманы пиджаков все пригодны для того, что там стоял работающий диктофон. Я уже не говорю о том, что вот в каждой сумке может стоять диктофон. Поэтому в наше время делать вид, что вы скроетесь, что это какие-то позиции, ну, это просто даже смешно. Наоборот, надо сказать, если у вас есть какие-то что-то светлое и хорошее, ну, радуйтесь, что вас записывают. Это вы как бы публикация у вас уже. Вы уже медийная фигура. Вам никуда не надо проситься, не требовать, что вам дали выступить. Вы все время выступаете, вас все время слушают. Это же хорошо. Вот плохо, когда вас никто не хочет слушать, правда? Вот хотите что-то сказать, я не буду слушать. Вот плохо. А так, если слушают, это замечательно. Да еще, если воспроизводят. И вам ничего делать не надо. Мы сколько труда тратим для того, чтобы лекции записать, чтобы потом можно было использовать во время занятий. А тут просто специально записывают. Только нам не дают. Ну, вот, короче говоря, такая получается картина, что товарищи, которые продвигаются наверх, если они идейно не являются представителями рабочего класса, я повторяю, идейно, по убеждению, потому что они находятся в соответствующей политической партии, потому что они выполняют программу этой партии, потому что они выполняют устав этой партии, потому что их выгонят с позором из партии, если они начнут заниматься личным обогащением, тогда как трудящиеся, которых они должны защищать, страдают от мер, которые предпринимают работодатели. Вот, надо понимать, что без решения этой проблемы, чтобы у рабочего класса была своя партия, это противоречие, это противоречие между положением освобожденных профсоюзных работников в буржуазном обществе и их задачами, которые они должны выполнять, как профсоюзные работники, оно неразрешимо в нужном направлении. Частично можно разрешить это противоречие таким образом, чтобы если у вас накопились профсоюзные деньги в вашей первичной и профсоюзной организации на оплату одного человека освобожденного, сделайте двух полуосвобожденных, скажем, которые работают месяц один, месяц другой, оба из них сопредседатели. Напишите себе устав, в котором есть сопредседатели, никто вас не обязывает писать, что один приседатель, хоть десять. И вот они по очереди работают, когда он находится на основной работе по профессии, он все равно приседатель, к нему можно обращаться. А если, скажем, он предыдущий месяц так провел, что он ничего не сделал, то к нему подойдут и скажут. Потому что он доступен, он тут рядом, он под контролем и так далее. Вот эта идея, несмотря на то, что она довольно простая, она пока в ход не пущена, потому что те товарищи, которые получают возможность уйти на освобожденную профсоюзную работнику, на это не хотят идти, как правило, не хотят на это идти, потому что они, ну как бы вышли мы все из народа, и в этот народ уже не хотим возвращаться, как нам вернуться в него. Поэтому выходцев из народа у нас много, но из этого не значит, что эти выходцы из народа вышли для того, чтобы ему служить. Это две разные проблемы, две разные задачи. Поэтому таким путем можно и нужно идти, но это один из путей. А кроме всего прочего, рабочий класс должен создать свою политическую партию. Вот мы с вами говорили о том, что такое политика. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Ну а политику, как можно действовать политически, не имея своей политической партии? То есть если у вас нет головы, то вы всегда будете разгромлены и побиты. То есть класс, который не имеет своей политической партии, он не может осуществить успешно свои интересы. В связи с этим вопрос, а что такое политическая партия? Вот поскольку мы тут уже с вами на уровне магистратуры находимся, я могу предположить, что вы знаете, что такое политическая партия. Молодой человек, что такое политическая партия? Организация людей, для которой является стремлением политической власти. Для которой что? Стремление к политической власти. Стремление. То есть есть какая-то организация, которая стремится к политической власти, и это партия. Ну так как к чьей политической власти они стремятся? К своей? Так это карьеристы. Это организация карьеристов. Вот в том определении, которое вы дали. Организация людей, которые стремятся к политической власти. А там же, там больше платят? Сколько в Думе платят? Не знаете? 400 тысяч. А пенсия там, вот сейчас шумят по поводу пенсии. И даже тут публикация такая прошла. А, сколько приплачивают к пенсиям думцам за работу в Думе? Приплачивают им. А приплачивают им порядка 35 тысяч. Только приплачивают. А средняя у нас пенсия сейчас в стране сколько? 14 тысяч. Но на самом деле есть два закона пенсионных. Один называется закон о трудовых пенсиях в РФ. Вот он определяет, сколько пенсии получает, какой размер пенсии у работников. А другой закон называется закон о пенсиях в госслужащих. В этом законе о пенсиях в госслужащих записано, что размер пенсии 75% от дохода по занимаемой должности. То есть, если вы были в Думе и получали 400 тысяч рублей, сколько у вас будет пенсия? 300 тысяч. 300 тысяч. Не пойти ли нам в Думу? Всем сам. Ну вот надо подумать, надо думать на эту тему. А то она и Дума. И там таких много, которые туда для этого пошли. Хотя вы знаете, что там иногда идут... Там же еще есть неприкосновенность. Нельзя привлечь к уголовной ответственности без решения Думы или без решения Совета Федерации. Иногда там попадаются и уголовники, убийцы. И тогда приходят представители Следственного комитета или прокуратуры и просят принять решение о том, чтобы снять вот с этого депутата эту неприкосновенность. И как-то не нравится это вот Думцам. Иногда они дают добро на это. Но иногда не дают. Почему? Сегодня вы, а завтра я. Поэтому, скажем, людей, которые на госслужбе, этот закон сейчас, вот все это обсуждение пенсионное, не очень затрагивает. Это 35 тысяч они плюс получат, а 300 они получат на основе закона о пенсиях госслужащих. Так, а вы что скажете, что такое партия? Политическая партия. Так, партия, партия бывают шахматы. Потом партия бывает музыкальная. Вы исполняете эту партию, я другую партию. И так далее. А вот партия политическая, это что? Организация, которая стремится завладеть, осуществить власть и удержать ее. Вот. Организация, которая хочет завладеть, удержать, осуществить и, соответственно, обогатиться. То есть вы присоединяетесь к предыдущему варианту. То есть это компания карьеристов. Ну так? Ну вот мы хотим, вот нас раз, два, три, четыре, пять. Вот кроме вас двоих еще нас раз, два, три, четыре. Вот мы четыре человека решили, значит, создать организацию, чтобы захватить власть и осуществить ее. А там и буфеты при власти, естественно, и все прочее, и зарплаты. А мы же власть. Но мы власть-то себя-то не обидим. Ну вот и все, и пошло. Это неправильное определение политической партии. Неправильное, потому что оно, ну как вот, какие сейчас правильные, как могут правильные определения распространяться в буржуазном обществе? В буржуазном обществе какая идеология должна быть господствующая, как вы считаете? Какая идеология господствует в буржуазном обществе? Пролетарская. Вряд ли пролетарская, правда? Ну какая? Буржуазная. А зачем? Вот буржуазея будет вам рассказывать, что такое партия. Она как-то не особенно на это идет. Как узнать, что такое партия? Ну надо обращаться к работам представителей тех классов, которые заинтересованы в ликвидации, эксплуатации. В том, чтобы эта классовая борьба привела к ликвидации классов в конечном итоге. Правильно? Ну а буржуазные идеологи выступают за ликвидацию классов? Нет. А зачем выступать? Вот если я получаю больше вас, значит просто вы неуспешны. Смотрите на себя, вы неуспешны. Поэтому у вас меньше все. И если я больше вас получаю, то и вы неуспешны. А если у меня есть завод, ну надо было стартовать вместе со мной в 90-х годах. Сейчас у вас тоже был завод. Если у вас нет завода, корабля, островов, значит вы неудачники. Если у нас общество равных возможностей, а вы не воспользовались. Раз не воспользовались, будете страдать. И дети ваши будут страдать, и все. Вам уже не выбраться, все. Поэтому приходите, если у меня будут рабочие места, будете работать. Не будет рабочих мест, будет вам один год пособия. А через год вас государство забудет. Потому что уже после года уже никто не платит ничего. И государство как бы этого человека забывает, он становится бомжом. И потом его похоронят в полиэтиленовом мешке. Потому что, а кто его? Государство должно позаботиться о нем как-то. Ну и заботиться. Значит, политическая партия, как это авангард класса. Авангард класса. И это понятие сугубо классовое. Авангард класса. И оно, конечно, связано вот с этой нашей проблемой. Если политика это классовая борьба за завоевание, удержание, осуществление государственной власти, то у каждого класса есть авангард, который идет в авангарде своей борьбы и защищает не свои интересы, не интересы авангарда, а интересы класса. А если он перестает защищать интересы класса, защищает свои, его надо из этого авангарда убирать. Потому что сам он будет, так сказать, держаться. И обычно не уходит из этого авангарда. Их надо именно убирать. Исключать из партии. Исключать, выгонять. Причем это очень сложная задача. Потому что, а если правящая партия, ну просто туда нет отбоя, как идут. Уже, как только большевистская партия стала правящей, то сразу появилась необходимость чисток. И в самом начале, после революции, сразу Ленин писал, что вот мы сейчас проводим чистку партии. Одни говорят, что надо вычистить 100 тысяч из партии, а другие говорят 200 тысяч. И вот эти вторые мне больше нравятся. Почему? Потому что, как только партия становится к власти, и вы как раз говорили о такой организации, которая, как говорится, стремится к власти. Как только правящая партия, или партия становится правящей, в нее начинают устремляться все те, которые хотят получить свое положение, а вовсе не осуществлять партийные цели. А партийные цели не являются целями особыми. Партийные цели – это цели классовые. И они высекают не из того, что кто придумал, а из экономических интересов класса. То есть, авангард класса должен чем заниматься? Авангард класса, то есть, политическая партия. Он должен выяснять научно интересы этого класса, то есть, выяснять, что ему объективно выгодно, в чем класс заинтересован. Не о чем он думает. Он думает, о чем угодно может думать, человек и класс в целом. А что ему выгодно? В соответствии с определением экономических интересов. Экономические интересы – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им, этим людям, объективно выгодно, то есть, что улучшает или ухудшает их положение и в какой мере, в какой степени. Поэтому вопрос не в том, о чем думает или мечтает член класса, а в том, что выгодно классу. Ну вот что выгодно слушателю магистратуры? Ну что выгодно? Успешно закончить магистратуру. И я вот даже вас никого отца спрашиваю, но видите, я не жду даже вашего ответа. Ну и вы понимаете, что и вы также ответите. Потому что, ну, тут понятно, что вопрос, что вы для чего-то сюда поступили, чтобы ее закончить, что выгодно вам. Теперь, вам выгодно иметь плохие знания или хорошие? Тоже понятно. Ну, наверное, вам выгодно иметь хорошие знания. А кому больше выгодно иметь, чтобы у вас были прочные знания, вам или мне? Ну, вам, конечно. Поэтому, ну, я думаю, все-таки преподаватели для студентов, а не студенты для преподавателей. Университет создается для студентов, для того, чтобы их обучать, а не для того, чтобы занять чем-то преподавателем. Я скажу, ну, видите, тут надо же чем-то занять, а они вот тут ходили, ну, пусть они там что-то повыступают, глядишь, и зарплату будем им платить за то, что они что-то сказали. Значит, партия – это политический, это авангард класса, его задача первая – выяснить научные интересы этого класса. Б. Внести в класс сознание его интересов. Класс вовсе не понимает свои интересы, и буржуазии не понимает. Вот наша буржуазия сейчас российская, в силу того, что безголовая, можно сказать, партия у нее буржуазная, она не понимает, что ее главный интерес в развитии производства, потому что при развитии производства она будет получать все большую и большую прибыль. И решать главный вопрос, который должна решать буржуазия – накопление капитала. Потому что капитал – это самовозрастающая стоимость. Чем больше стоимость, тем лучше капитализм. При этом можно получить большую прибыль даже при повышении зарплаты рабочих. По условию, что зарплата рабочих повышается медленнее, чем повышается производительность труда. Потому что если производительность труда растет быстрее зарплаты, то на единицу продукции, в единице продукции зарплаты становится все меньше и меньше содержится. Приходится на единицу продукции. То есть издержки производства, которые идут на зарплату, все меньше и меньше. То есть стоимость продукта сокращается, а цена та же, и, соответственно, прибыль растет. Поэтому при росте зарплаты, но при условии, что производительность труда опережает зарплату, капиталисты выигрывают. Они еще выигрывают потому, что они стимулируют хорошую работу рабочих. Но если рабочие видят сейчас, что как не работают, тебе будет платить все меньше и меньше. Если наш Центробанк при поощрении и правительства, и президента каждый раз устанавливает 4% инфляции. Что такое 4% инфляции? Вы написуете график реального дохода трудящихся, он будет какой? Убывающий, отрастающий или вот такой? Он будет убывающий. На 4% он снизится за год. А поскольку за год, то значит, вот такой треугольник, а площадь треугольника, это половина площади прямоугольника. Поэтому ваша зарплата и ваши доходы снизятся на 2%. Кстати, вам платят стипендию какую-нибудь магистрам? Сколько? Или это секрет фирмы? Или, стыдно сказать, сколько платят магистрам? Обычный по 1500, зачем это 1550? 1550? Что-то такое. Ну что, это вот тоже говорит, вот буржуазия, она заинтересована, чтобы подготовить себя специалистов? Ну как эти вот специалисты, которым платят 1550, как они будут относиться к буржуазии? Ну как-то так, что она и не очень их защищает. Если вы хотите подготовить сторонников буржуазии, так надо и как-то их немножко приплативать им, правда? Если я хочу, чтобы вы за мои интересы боролись, но я должен как-то вам там не жадничать же. Ну какая-то жадная у нас буржуазия. А почему? Что, русская буржуазия плохая, что ли? Нет, у нас была русская буржуазия такая, которая даже большевикам помогала, когда она была прогрессивная. А сейчас какая буржуазия? Она же вторая уже, второе пришествие, когда уже в других странах уже строится социализм, а у нас, наоборот, его разрушили и у всех стала хуже жизнь, кроме там малого числа людей. Не сказать, что у капиталистов тоже лучше, потому что их могут убить в любой момент. Я как-то встречался в Смольном, у нас там была газета, в которой я, главный редактор, Народная правда, сидела. И вот я встретился с молодым предпринимателем, говорю, ну вот мы восхищаемся вами сейчас. Сейчас ведь вас убивают, раньше вот рульсонеров убивали. Преследовали, может быть, на них нападали, а сейчас мы никому не нужны. А вот если вот вы предприниматель, раз, 30 лет и вас нет. Обычный, так сказать, рассказ, который рассказывает про вот этих молодых предпринимателей, что вот старушка идет с двумя овощиками и видит, идет такая похоронная профессия. Цветов море, впереди машина и на ней гроб такой, который, знаешь, открывает, прямо как дача. Может, прямо сейчас выйдет оттуда и речь скажет. А дальше идут пешком те люди, которые на джипах черных ездят. И вот в конце эти джипы уже идут. Они еле-еле идут, потому что они не привыкли вообще ходить пешком. И вот старушка остановилась, смотрит на эту всю процессию и говорит, живут же люди, имея в виду тех, кого убили. Поэтому, ну какой-то средний возраст, кто у них там большой в наших капиталях, щелкают их, то одного убьют, то другого убьют. Он, товарищ из КПРФ, депутат, поехал на Украину, дескать, предал свою фракцию. Вроде как ушел в другую страну. Там его все равно, у него и там были какие-то операции, и там у него какие-то концы финансовые. Раз, его там и хлопнули. Ну и все. Беда. А так, я вот ему говорю, вот мы сейчас, вот я восхищаюсь вами, на переднем крае сейчас, а мы никому не нужны. Ну кто-то будет за мной гоняться, нечего взять. Ну знания ему не нужны, а денег у нас мало. Ну и все. Мы вообще защищены. Больше всего при буржуазном строе. Ну и вы тут, я чувствую, пробиваетесь в науку. Тоже жизнь хотите сохранить. Значит, вторая задача – это внести в класс сознание его интересов. Это трудная задача. Никак не расстолкаться. Вот смотрите, один из советников Путина, академик Глазьев, все время объясняет, что нужно делать. Нужно иметь план. Нужно внедрять новую технику. Нужно сделать прогрессивную систему налогоблажения. Нужно прекратить этот вывоз денег вообще в офшоры. Нужно поднять зарплату. Есть у него хороший план. Этот план он доложил на Совете Безопасности, в Межведовственной комиссии Совета Безопасности. То есть это никакой не секрет. Это можно открыть и спросить. Вот посмотреть план, доклад Академика Глазьева, Совету Безопасности, Межведовственной комиссии Совета Безопасности РФ. А Совет Безопасности – это как вот политбюро в советское время. Кто туда входит? Президент, премьер, главы двух палат парламента, руководители правящих партий основных и так далее. То есть все те, которые потом будут все это решение, принятое Советом Безопасности, приводить в действие, то, что надо через Думу, то, что надо через Совет Федерации, то, что надо через соответствующие партии и так далее, все будет сделано. И вот, и что? Ничего, так сказать, все предложения известны, позиции известны. Вот наша доблестная руководительница Центробанка снова повысила и люди, которые за ней стоят, в основном защищающие интересы иностранных государств, о чем Глазьев прямо говорит, что у нас Центробанк, действует в интересах иностранных государств. Я к этому присоединяюсь. Вот, и, дескать, вот они сделали 7,5. Но мы же знаем, что у нас двухуровневая система экономическая, банковская. Значит, Центробанк ничего не может дать никому, ни отдельным лицам физическим, ни юридическим. Он отдает коммерческим банкам. Они что делают? Они свои 7% шлюк сюда, к этим 7,5, получается 14,5. Нету таких предприятий, нет такого производства, которое бы имело норму ориентабельности 14,5. Нету. Поэтому наше производство закрыто для наших российских денег. А иностранные деньги им тоже стараются не давать сейчас в связи с санкциями. Поэтому наше производство сейчас не может ничего создавать, ни заводы, ни фабрики, ни крупные какие-то изменения технологические. Почему? А потому что нет денег ни для инвестиций займы, ни денег нет оборотных. Об этом вот недавно в газете «Коммерсант» написал руководитель нашего станкостроительного предприятия «Стан». Товарищ Недорослев. Он и хозяин 60% капитала, 40% его коллеги, и он же генеральный директор. Он говорит, мы, вот 10% у нас рост производства станков наших, но в то же время 10% мы потребности в станках России удовлетворяем. Мы могли бы увеличивать больше, но у нас нету возможности взять кредит. Единственный тонкий ручеек идет через Министерство промышленности и торговли, которое углавляет Денис Мантуров. Они создали фонды поддержки промышленности, которые дают, минуя банки, прямо кредит под 5%. Тогда вот мы с помощью этого кредита можем что-то сделать. И на рынке, говорит, международные предприятия, иностранные фирмы, станкостроительные выходят, которые получают кредит под процент, полтора процента, один процент, а некоторые отрицательный процент имеют. А что за выгода им давать под отрицательный процент? Вот вы бы были премьер-министром и стали бы кому-то давать под отрицательный процент. Это не значит разрушение нашей экономики? Не значит. Потому что если вы дадите кому-то, если это хорошее мероприятие, если это проект, который разовьет производство, значит производство расширится, вы получите колоссальные налоги с этого предприятия и покроете вот этот процент, который вы отдали. То есть отрицательный процент означает, что вам давали миллион, а отдать вы должны, скажем, 950 тысяч. Меньше отдать, чем вам давали. И в этом государстве заинтересованы люди, которые думают о развитии производства, должны понимать, что надо производство финансировать, и государство должно толчок дополнительный давать тем предприятиям, которые сейчас есть. И сейчас никаких других, кроме капиталистических предприятий нет. Надо, чтобы они развивались. Да капиталисты наши не умеют развивать капиталистические предприятия. Они их не финансируют, и они деньги маринуют. Или кто получает под такие проценты? Это те, которые делают финансовые спекуляции. Они знают, где будет повышение или понижение. Купить сейчас, когда валюта подешевле, а потом продать, когда она будет подороже. И всё. Вот и весь, так сказать, оборот, который сводится к тому, что там производство не присутствует совсем в этом обороте. Так вот, значит, мы остановились на второй задаче, которую решает партия. Партия должна вносить в класс сознание его интересов. И третья задача, которую должна делать партия, это организовывать класс для борьбы за его интересы. И вот три задачи. Первая. Выявлять, выяснять интересы класса. Вторая. Вносить в класс сознание его интересов. И третья задача, организовывать класс для борьбы за его интересы. Вот три задачи, которые выполняет политическая партия. Какая? Ну, какой класс, такая и партия. Если эта партия буржуазная, значит, она должна для буржуазии растолковывать, что ей выгодно. В какой-то мере я эту функцию сейчас выполняю. Пытаюсь растолковать буржуазию, что ей выгодно. Потому что кое-что, то, что выгодно буржуазии, выгодно и другим классам. Потому что с развитием производства всем будет лучше. А у нас что строится? Какие предприятия построены с 90-х годов? Я знаю одно предприятие. В Кингисепе мой коллега, бывший первый проректор нашего университета, Виктор Георгиевич Долгов, доктор экономических наук, был директором этого предприятия. И потом он дальше продолжает строить заводы, но, правда, уже в контакте с другой фирмой. Что построили за сколько лет прошло? С начала 90-х годов. А вот то, что в два раза производство сократилось, это хорошо известно. По тому лозунгу, который Владимир Владимирович потом обнародовал, что удвоить ВВП. Что значит удвоить ВВП? Выйти на тот уровень, который был в начале 90-х годов. Снова. Разрушили вдвое. И вот, но не по всем отраслям удалось вернуть на тот уровень. Пока, скажем, по станкостроению уж точно нет. Ну, 10% только отечественные станки, и все остальное иностранное. Почему для нас так опасны всякого рода санкции? Ну, как вы дошли до жизни такой, Советский Союз имел все в своем распоряжении, все абсолютно. И учлительную технику, и приборостроение, и станкостроение. Вот у нас в Иваново обрабатывающие центры производились. У нас вот на набережной Свердловской завод имени Свердлова на экспорт станки имел. Вот у Кантемировского моста, недалеко, завод Ильич, а теперь там бизнес-центр Ильич, завода нет. И завода Свердлова нет. И про Ивановское объединение я уже не слышал. Может, какие-то там остатки есть, но никто уже об этом ничего не говорит. Ну, вот если есть эти три задачи, которые перед партией стоят, то понятно, что вот если процесс создания системы профсоюзов будет включена в партия, которая защищает интересы работников, партия рабочего класса, картина профсоюзного движения изменится. Сейчас же картина такова, о чем я могу вам и доложить. Что есть, во-первых, самое крупное объединение профессиональных союзов. Самое крупное. То есть, есть профсоюзы, которые состоят из первичных профсоюзных организаций, отраслевых. А есть объединение профсоюзов. Вот Федерация независимых профсоюзов России является крупнейшим профсоюзным объединением. И раз она федерация, то все профсоюзы должны как бы выполнять задачи, которые ставит руководство этой федерации. Более того, она входит в трехстороннюю комиссию. То есть, трехсторонняя комиссия – это комиссия, которой сторонами являются на уровне государства. Правительство, объединение работодателей и объединение работников – это треугольник, в котором на самом деле два угла. Потому что один угол – это правительство, оно у нас буржуазное, и объединение работодателей. И с ними переговаривается третий угол – Федерация независимых профсоюзов. Но поскольку заместителем председателя Федерации профсоюзов России, заместителем Шмакова, является товарищ Исаев, именно этот Исаев вот сейчас унес в Думу проект этого закона о пенсионном возрасте, то Федерация независимых профсоюзов России продемонстрировала, что она находится на службе у какого класса? У класса буржуазии. А еще есть конфедерация – труда. Конфедерация труда долгое время возглавлялась одним из выходцами из профсоюза докеров. Причем, можно сказать, не лучшими, а худшими людьми. Один из них украл профсоюзные деньги, после этого его снимали, вернули его обратно на должность докера. Другой – ну какой-то жуликоватый товарищ, к нему приедешь, чтобы поговорить. Он говорит, ой, я сейчас занят, я еду к врачу, иду. Мы приезжаем в Думу, а он там. Я говорю, ты же к врачу поедешь. Шепель такой. Ну вот сейчас имеется конфедерация труда, во главе ее стоит человек, который входит в президентский совет. На чьей стороне будет где-то самая конфедерация. Вот конфедерация включает там самых разных людей. Но раз она конфедерация, там такого жесткой дисциплины быть не может. В конфедерации у тебя одни одно, другие другое, третьи трети. Конфедерация связана из сугубо изолированных, самостоятельных, профсоюзов. Поэтому она может консолидироваться на каких-то вопросах. Вот сейчас она не консолидирована, выступает против этой самой реформы. Конфедерация труда. Федерация профсоюзов России, ну уже никак не скажет, что она против, если заместитель руководителя, является заместителем руководителя фракции Единой России, и Единая Россия это дело проводит в Думе, вместе с ФНПР, в полном единстве. Поэтому можно сказать, что вот сейчас ФНПР продемонстрировала, что она на самом деле является организацией, которая поддерживает правящий в России буржатный класс. Но если профсоюзы раньше называли, что это приводные ремни от партии к массам, то вот скажем, ФНПР это приводной ремень от буржуазного правящего класса к массам, с помощью которого поддерживаются эти буржуазные взгляды, буржуазные идеологии. Обратите внимание, ничего самостоятельного, вот сейчас в нынешних выступлениях, никакого позитива нет, ну против, да, и что, ну против реформы, а за что? Во-первых, сколько там освободенных людей, а что им, а не вы написали какой-нибудь законопроект об изменении пенсионной реформы в интересах трудящих? Написали? Нет. Они что-нибудь предложили? Нет. Они сейчас предлагают какой-то вот, скажем, рабочая партия России предлагает переход к шестичасовому рабочему дню, явочным порядком. То есть через разрешенные забастовки, поскольку сам характер забастовки может быть бессрочной забастовкой может быть, и решение об этом принимает забастовочный комитет или конференции коллектива, а вовсе не работодатели, и не правительство, и не дума. Поэтому никаких запретов для рабочих, для работников переходить к шестичасовому рабочему дню, который в какой-то мере компенсирует то, что произошло или происходит. Сейчас происходит отнятие пяти лет жизни на пенсию у людей и превращение ее в пять лет работы в том возрасте, в котором человек выходит на пенсию. Это тот возраст, в котором известная часть этого поколения вымирает уже. Известно, что сейчас 10% женщин до пенсии не доживают, и 20% мужчин. А по прогнозам реализация вот этой пенсионной программы, которая проходит успешно через Думу, реализация ее приведет к тому, что 20% женщин будет не доживать до пенсии, и 40% мужчин. И недавно в Думе выступал Жириновский, тот Жириновский, который никогда не отличался тем, что он выступал в интересы трудящих, и говорит, ну вы же совсем уже аргументацию какую повели. Вы говорите, что мы больше будем жить. Ну как же мы будем больше жить, если на пять лет больше будем работать? Причем работа у нас такая тяжелая, трудная и сложная. Как можно рассчитывать, что кто-то будет больше жить, если он будет на пять лет меньше отдыхать, а больше работать на пять лет? То есть вот это объединение профсоюзов, которые по замыслу, чтобы были профсоюзные организации сильнее, мы их соберем в один профсоюз, отраслевой А этот отраслевой профсоюз, чтобы он был сильнее, он соединится с другими отраслями С профсоюзами угольщиков, с профсоюзами металлистов, с профсоюзами агропромышленного комплекса И получаем объединение, еще сильнее вроде объединение получается И чем больше соединяем, получается, что когда и всех насоединяли и получили Федерацию независимых профсоюзов России Она и эта федерация действуют в интересах противоположного класса Но она же беспартийная, она и не обещала действовать в интересах рабочего класса Разве профсоюз от кого-то требуется, чтобы он где-то записал, хотя бы пообещал даже действовать в интересах трудящихся? Вот если вы организуете профсоюз, разве от члена профсоюза требуется, чтобы он писал, что он будет действовать в интересах трудящихся? Нет, не требуется Поэтому ниоткуда вообще не вытекает, что от того, что это будешь объединять, складывали, складывали И когда сложили, все, получили организацию, которая защищает интересы России Так, теперь, значит, вот мой уважаемый дипломник, товарищ Шейн, который был одно время председателем партии труда Я в это же самое время был секретарем партии труда Эта партия труда включала самые ведущие наши профсоюзы, их руководители Шейн, как руководитель профсоюза защиты труда, был председателем партии Его, значит, руководителем совета был председатель профсоюза соцпроф Это он изначально был социалистический профсоюз, потом они никогда так не расшифровывали Потому что там уже ничего социалистического не было Самый буржуазный профсоюз назывался соцпроф Но он все равно выступал в защиту интересов работников за повышение зарплат Тем не менее, такую профсоюзную задачу решал Туда входил профсоюз Докеров, его руководитель Моисеенко был заместителем председателя партии Профсоюз Совет диспетчеров Ковалев Сергей Анатольевич Он тоже был заместителем председателя партии Ну вот я там был секретарем, писал программу этой партии И вот эта партия профсоюзная, она какое-то время действовала в интересах трудящихся активно Тем более туда входили такие очень мощные профсоюзы Потом, правда, товарищ Шейн решил, что ему надо пойти на выборы в Астрахань Или губернатора Астрахани, или мэра города Астрахань И он поставил этот вопрос о том, чтобы на совете партийном, чтобы люди проголосовали Ну вот тогда я как секретарь этого самого, этой партии выступил с предложением Это считать недопустимым, потому что руководитель партии работников Не может входить в исполнительные органы государства работодателей Почему? Потому что если вы входите в исполнительные органы государства работодателей То вы чью волю должны соблюдать? Если вы становитесь, допустим, губернатором Вы должны волей тех, кто вас избрал, или волей тех, кто над вами? Подумайте Ну вот вы губернатор, кому вы подчиняетесь? Видели там, встречаясь Владимир Владимирович в Кремле? Картинки в российской газете Стол и вот с одной стороны А если вы не будете выполнять задания, которые вам дает правительство Сколько продержится ваше губернаторство? Что делать с губернаторами, которые не выполняют? Их убирают Или убирают, если они назначены, то значит переназначают другого назначают Если и выборы, ну выборы проводят, тут проблемы нашли Разве у нас не умеют делать выборы правящий класс? Вот выборы правящий класс умеют делать Две трети думы заполнены представителями правящей партии Единой России Две трети А председатель правительства кто? Председатель правительства товарищ Медведев Он руководитель партии Это нормально Ну какая партия при власти, это кто-то и правительство формирует Что тут такого ненормального? А если вдруг какая-то беда с партией Единая Россия Вдруг она где-то вот что-то не такое сделает И уж народ от нее отвернется Ну тогда есть другие партии Справедливая Россия, какая партия, какого класса? Ну того же самого Ну а есть всякие бесшабашные люди, которых выглавляет Жириновский А эта партия какого класса? Тоже бурразная А почему их три? Ну разнообразие чтоб было А как же авангард? Авангард может быть с тремя головами Ну вот В Америке Две партии, республиканская и демократическая Из какого класса они партии? Буржуазные Ну вам надоело, я чувствую, голосовать за демократическую партию Ну голосуйте за республиканскую Какой результат? Спрашивают А что будет делать Трамп? Ну что будет делать? Трамп будет осуществлять интересы американской буржуазии Я правильно угадал? Ну что он будет делать? Ну чем-то они отличаются там В одну, в другую сторону Ну в целом-то они то же самое делают Ну там две головы То есть партия такой двуглавый дракон А у нас? А у нас трехглавый змей Трехглавый змей Может быть трехглавый? Может То есть партия у нас Сейчас вот у нас Как вы думаете Сколько у нас политических партий зарегистрировано? Загистрировано Ну да, почти А вот к выборам было в последний раз допущено 61 61 партия А классов сколько у нас? Ну как же два? Сколько уже толдыщат все люди Вот мелкий бизнес Вы его не упускайте Не забывайте Вы что забыли мелкий бизнес? Это кто такие? Трудящиеся Они же и трудятся Ну они трудятся С целью личного обогащения Хотят выбиться в люди Стать настоящими буржуа А они мелкие буржуа Мелкая буржуазия Это целый класс Их много Миллионы Тем более везде говорят Давайте поддержим Давайте Вот недавно поддержали в Москве Взяли их Все ларьки Так сказать Разбили У нас разбивали тоже ларьки Все уничтожали Пилили Это у нас тоже Валентина Ивановна делала Так что все время поддерживают Мелкая буржуазия Или их освобождают от контроля Почему горят люди В этих развлекательных центрах? Потому что их никто не контролирует Или однажды Вот я сам наблюдал по телевидению Как показывали В одном крупном магазине продовольствия За кулисами Лежат в хлорке Влеживаются Куры зеленые Чтобы были белыми Потом их завернут В полиэтиленчик И бабушкам продадут Не надо кошмарить бизнес Говорит товарищ Медведев Не надо Плановые должны быть проверки То есть вы когда скажете Что будете меня проверять Придете У меня будет стол накрыт Приходите Проверяйте И все будет хорошо И конверт будет Если надо Ну как это Плановые проверки Пожарным нельзя было проверять Вот этот Сожгли в Кемерово Людей Нельзя было проверять Нельзя Для детских игр Устраивать Помещения На верхнем этаже Они должны быть внизу На первом этаже Близко к выходу Это в нормах Ну это Надо тогда проверить Было и обнаружить Что это Было А проверять нельзя Не надо Кошмарить бизнес А то что люди Сгорят Ну и черт с ними Еще нарожают Люди Это воспроизводимый Материал А деньги А деньги И стратишь И все Их нет Короче говоря У нас Значит получается Что партия 61 Допущенная к выборам А типов партий Сколько А типов партий Сколько Сколько Классов Столько и партий Потому что они Такие многослойные Но рыхлые Но самые слабые Какие Мелкопружазные партии Все время болтают Болтают Никуда Ничего они не решают Ничего не делают Партия рабочего класса Тоже слабая По другой причине Во-первых Рабочий класс Все еще не освободился От иллюзии Что его кто-то Будет защищать Что вот Люди богатые Будут защищать бедных Хотя они богатые Только потому Что отнимают у бедных Вот сейчас Как решило Буржуазное государство Надо какие-то деньги взять У кого взять У сильных Или у слабых У слабых Они меньше будут сопротивляться И забрали у слабых И все И рассказывают Всякие сказки Что дескать Один Вот рабочий Раньше Он работал На Было На него один пенсионер В расчете на одноручье Сейчас одна и семь А что у нас Кроме пенсионеров Никого нет Нету Ни миллиардеров Ни миллионеров Ни государственных Чиновников У нас сколько рабочих 27 миллионов А население 140 Что? 47 Ну разделите 147 на 27 И будет больше 4 Ну что у вас один Фигурирует А остальные Что их не содержит Рабочий глаз А с развитием Производительных сил Не должно быть так Чтобы И дальше будет Дальше правда Движение может быть такое Либо Сокращение рабочего дня Для тех Кто занимается Материально-производительным Трудом Тогда это соотношение Может сохраниться Либо Уменьшать количество Работников Производительных И количество Не производительных Увеличивать Не тут Сейчас 4 А пускай Потом на 5 Работает Потом на 6 Потом на 7 Потом на 8 Что мы видим Делает наш Буразей Как только Увеличится Производительность Труда Она раз И сокращает Работников Так счастливые случаи У вас выросла Производительность Труда Ну пусть Сделайте Рабочее время Не 8 часов А 7 Вот вам плохо будет Если вы на полчаса Или на час Раньше придете домой Неплохо Ну а если На 2 часа Люди У них семьи У них дети Теперь же Сделают еще И бабушек И дедушек Чтобы не видели Пусть они Подрастут дети Когда им не нужны Будут бабушки И дедушки Тогда Они с ними Познакомятся По новой реформе А внукам Они Мы уже Когда им Будет больше Там Десяти лет Эти бабушки Дедушки Вообще не нужны У них уже Своя жизнь будет Так что Тут вообще Заложено Изменение Вообще Всей структуры Жизни Населения Поэтому Население Покладистое Такое Оно все было За 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 А тут Микрофон Не работает Вот Ничего Да Оно Как-то так Отнеслось К этому В общей Своей массе Отрицательно Вот То есть Это тоже Вопрос о том Что партия Есть авангард Политическая Класса Не надо понимать Так что Обязательно Одна партия Ну такая Получается Тройная Например Партия Как Дружно Дружно Всегда Голосует А сейчас Почему Например Справедливая Россия И ЛДПР Проголосовали Они Ничем Не рискуют Правящий Класс Ничем Не рискует Почему Потому что Две трети В Думе Две трети Членов Партии Единой России Поэтому Они Конституции Даже Могут Нет Другой Не работают А этот Работает Все нормально Поэтому Поэтому Сейчас Вот Справедливая Россия Набрать Должна Очки И ЛДПР Набрать Очки На какой Случай А на тот Случай Что Закопают Допустим Единую Россию Ну что Что-то такое Произойдет Что от нее Народ Отвернется Ну ничего Вот эти Потянут Потому что Мы знаем Что по всем Основным Позициям Они всегда Голосовали Заодно Ну Поэтому Никаких позиций У них В принципе Они позиции Не поменялись Хотя Узнать О буржуазных Партиях Какие у них Позиции Очень тяжело Вы видели Так сказать Программу Партии Единая Россия Я не видел Я интересуюсь Этими вопросами Ну и как-то Они Может Где-то Можно найти Я даже знаю Где найти Если вы хотите Получить огрызок То для того Чтобы зарегистрировать Партию А мне приходилось Заниматься Регистрацией Партии Труда Для этого Нужно Подготовить Материал Очень короткий В российскую газету И в российской газете Это Будет помещено И все А программа Она Большой документ Это целая брошюра Поэтому Программы Справедливой Россия Не видел ЛДПР Тоже не видел То есть Есть А программа Коммунистической партии Российской Федерации Не содержит в себе Диктатуру Пролетариата То есть Она Программа Отказа От главного В марксизме Поэтому Эта партия И по Структуре И по своим Приложениям И потому что Она за народовласть И с шарфами Такими ходит Это партия Трудящихся А кто у нас Трудящийся Рабочий И мелкобружазий Значит партия мелкобружазная Потому что Рабочая партия Это такая партия Которая выступает За диктатуру Рабочего класса Вот Картина Которая у нас Складывается Если мы Вот так Будем Рассматривать Этот самый спектр Ну и какой Вывод получается Что если не будет Профсоюзов Которые Ориентируются На партию Рабочего класса Хотя бы части Профсоюзов Не будет Скажем Работы Со стороны партии На то Чтобы она В этих профсоюзах Имела влияние И авторитет А этот Чем Зарабатывается Авторитет И влияние Ну не тем Что вы на них Просто давите А на тех А именно тем Что вы на них Не давите А помогаете Им в их Собственной Борьбе Вот если Этого не будет То вот Такую ситуацию Изменить В России Когда Вроде бы Профсоюзные Объединения Крупные Которые должны Защищать Интересы Трудящихся По существу Представляют Собой Звено Осуществление Разной Диктатуры То есть Их задача Как бы Олицетворять Связь с трудящимися И чтобы трудящиеся Помалкивали Вот задача Ну вот скажите пожалуйста Это Если у нас Такие мощные Объединения Ну и много Вы видели на митинги Скажем Против Пенсионеров Немного Если бы Такой чиновники Профсоюзные Все вышли Уже было бы Очень много Чиновники Сами А сама Идея Выступать Против Она Она Неконструктивная Поэтому Тот кто выступает Против Он ведь Непонятно За что выступает И чем Руководствуется Поэтому Альтернатива Может быть Не в том Чтобы Дескать Мы будем Против Выступать Альтернатива Может быть В том Чтобы Было Сформулировано Что за что Должны бороться Трудовые Коллективы Трудовые Коллективы Должны бороться В условиях Когда увеличивается Время В годах Рабочее Время В часах Сокращать А как это можно Сделать Сократить Рабочий День Это можно Сделать По закону Можно Это все Предусматривает Использование Тех прав Которые Предоставлены Трудовым Кодексом России И предоставленные Права Позволяют Организовать Бессрочную Забастовку Не в форме Полного Прекращения Работы А в форме Прекращения Работы Только на Два Часа В смену И пожалуйста Вы перейдете К Шестичасовому Рабочему Дню Я должен Сказать Что Мне приходилось Обращаться В адрес Президента С Экономическими Предложениями И Такую Значит Записку О том Что нужно Сделать В экономике Представили С Борисом Николаевичем Гавшином Кандидатом Экономических Наук И я получил Много-много Ответов Из разных Инстанций А именно Из Министерства Экономического Развития Раз Из Министерства Промышленности Торговли Два Из Академии Наук Три И вот Надо сказать Что Министерство Промышленности Торговли В целом Положительно Отнеслось Да Мы согласны И мы Работаем Над этим Академия Наук Торговли Наши Позиции Близки Экономического Развития Естественно Самые Противоположные Позиции Высказал Но Сказал Что касается Сокращения Рабочего Времени Вы Уважаемый Товарищ Обращаюсь В мой Адрес Должны Понимать Что никаких Ограничений В этом Отношении Наше Законодательство Не дает В коллективном Договоре Вы можете Установить Хоть 30-дневную Рабочую Тридцатичасовую Рабочую Неделю Хоть Двадцатичасовую Хоть Десятичасовую Нет ограничений Потому что У нас По закону Рабочий День В России До Сорока Не сорок Часов А до Сорока А до Сорока Это дело Как вы Договоритесь Поэтому Весь вопрос О величине Рабочего дня Величине Рабочей Смены Это не вопрос Работодателя Это вопрос Ну классовой Борьбы А классовая Это политический Вопрос А если Люди Политический Вопрос Не ставят И соответствующим Образом Борьбу Не ведут Они проигрывают Почему Потому что Одна сторона Политически Четко ведет Она держит Руха Государственной Власти И проводит Что Политику Какую Политику На Осуществление Интересов Буржуазии А другая сторона Никакой политики Не проводит Почему Потому что Не организовалась Должным Образом В силу То есть И слабо И пока Авангард Он находится В становлении И Большинство Рабочего класса Думает Что как-нибудь Что-то обойдется Само собой А само собой Как выясняется Оно обходится Боком Вот какая картина Вот такой Мы должны Ретроспективный Вопрос взять Потому что Вот те конфликты Которые разворачиваются Они разворачиваются В связи с таким Соотношением Сил И поэтому И результат Этих конфликтов Такой Что пока Эти конфликты Разрешаются Не в пользу Трудящихся Спасибо за внимание И до следующего раза Субтитры создавал DimaTorzok